Его проза была краткой, сильной и горькой, как ночные письма. Он очень любил жизнь, но даже в молодые годы уверял, что лучше быстро умереть, чем пережить процесс медленного угасания. Крупнейший американский писатель 20 века Эрнст Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в пригороде Чикаго в семье врача. Уже в детстве он был чересчур самоуверен, агрессивен, бесстрашен и поражал домашних невероятными историями собственного сочинения. В 12 лет Эрнст получил в подарок первое ружье и на всю жизнь полюбил охоту. Его неизменной страстью стали также рыбалка и путешествия. В 18 лет Хемингуэй стал корреспондентом независимой газеты «Канзас Стар», где ценили факты, внимание к деталям и точную лаконичную подачу. Именно в газете были заложены основы его выразительного краткого стиля и рубленного диалога. Первый суровый жизненный опыт Хемингуэй приобрел на войне. Он добровольно ушел на фронт водителем санитарной машины. В июле 1918 в Италии австрийская мина положила конец его военной карьере, оставив в теле волонтера 237 осколков. Это ранение стало звеном в целой цепи болезней и несчастных случаев, которые на протяжении всей жизни преследовали писателя. Но одно происшествие пошло ему на пользу. Все ранние рукописи, плоды его четырехлетних трудов, были украдены во время путешествия по железной дороге. Новые рассказы получились лучше прежних и через три года вошли в первый сборник, озаглавленный в наше время. Однажды в разговоре с Хемингуэем американская писательница Гертруда Стайн назвала молодых фронтовиков потерянным поколением. Хемингуэй взял эти слова эпиграфом к роману «И восходит солнце», посвященному тем, кто выжил на войне, но не сумел найти себя в послевоенном мире. Этот роман принес Хемингуэю мировую славу. Хемингуэй был верен своему принципу писать о том, что знал и любил сам. О ловле форели в рассказах из серии «В наше время», об испанской кориде в романе «Смерть после полудня». На его личных переживаниях основан роман «Прощай оружие» о трогательной любви среди ужасов Первой мировой. Самые светлые воспоминания остались у Хемингуэя о Париже 20-х годов, где прошла его молодость. Они снова ожили в автобиографической книге «Праздник, который всегда с тобой». На многие годы домом писателя стала усадьба неподалеку от Гаваны, где родился замысел романа «По ком звонит колокол» об испанской войне, которую, как и Вторую мировую, он видел глазами военного корреспондента. Хемингуэя сам старался быть похожим на своих героев. Он был бесстрашен, силен, очень работоспособен, стремился брать от жизни все – и в работе, и в удовольствиях. Любитель рыбалки, охоты, путешествий, кальвадоса и женщин, он часто бывал жестоким со своими близкими. В самоубийстве неизлечимо больного отца он винил мать, в трех своих разводах – бывших жен. Он был четырежды женат, не считая скоротечных увлечений и романов. «Любовь – единственно чертовски стоящая вещь», – признался он однажды своему школьному другу. К писателю пришло мировое признание. В 1953 году ему была присуждена Пуллицеровская премия за повесть «Старик и море», а в 1954 – Нобелевская премия. Приехать в Стокгольм, чтобы лично получить ее, писатель не смог. После двух подряд авиакатастроф в небе над Конго он чувствовал себя очень плохо, но бодрился перед репортерами и посмеивался над собственными некрологами во многих газетах мира. В последние годы жизни его мучили головные боли, отказывало зрение, появились признаки депрессии, излишняя подозрительность, ночные кошмары, ощущение близкой смерти. Со слезами на глазах он говорил, что у него больше не получается писать. 2 июля 1961 года в своем доме в городке Кетчум на западе США Эрнст Хемингуэй выстрелил в себя в голову из охотничьего ружья. Великий прозаик 20-го столетия не раз говорил «Писать для меня больше, чем есть и пить». По существу, все, что он написал, было биографией его поколения. Редактор субтитров А.Семкин